Чужая бомба В этот день Таисия отпросилась с работы на два часа раньше, чтобы успеть к приходу мужа купить и приготовить что-нибудь вкусненькое. Вчера супруги после недельной войны наконец примирились, и Тае захотелось отметить этот день. Напивая, Таисия выложила из хозяйственной сумки продукты и включила электроплиту. Вообще-то с мужем Димой Таисия жила неплохо. Он не пил, не курил, не изменял ей. По крайней мере, она ничего об этом не знала. Работал он прорабом на стройке и неплохо зарабатывал. Но вспыльчивый характер Таи иногда приводил к ссорам. Правда, она быстро отходила, и потом всеми силами старалась загладить свои проступки. Их единственный сын Гена пошел в отца. Спокойный, работящий, и по дому всегда поможет. Сейчас он заканчивал школу и собирался продолжить учебу в университете. Для праздничного стола она купила ореховый торт, который муж очень любил. Услышав, что входная дверь открылась, Тая поспешила в прихожую и с удивлением увидела входящую в квартиру Дмитрия. В руках он держал букет цветов. «Ты уже дома?» Удивившись в свою очередь, радостно спросил он, вручая ей цветы. «Да», – лучезарно улыбаясь, ответила она. «Я отпросилась пораньше, чтобы приготовить для тебя праздничный ужин». «Спасибо, родная!» Дима прямо разомлел от ее нежных взглядов и подошел, собираясь обнять жену. «Нет-нет», – шутливо отстранилась она. «Сейчас мне нужно срочно на кухню». Входная дверь опять открылась, пришел Гена. «Ты уже дома?» Увидив мать, обрадовался и он. «Да, и отец тоже», – ответила она. «Ты, наверное, нигде не перекусывал? Я готовлю на ужин нечто грандиозное». «Ого!» – разглядывая выложенные на столе продукты, воскликнул Генка. «Не переживай, я голоден, как волк!» Тая чмокнула сына в щеку и невольно залюбовалась его красивым лицом и стройным станом. Завидный жених вырос. «Ма, смотри, я нашел классный фонарик! Валялся никому не нужный возле шикарного автомобиля!» – доложил сын, показывая ей свою находку. «Ты как маленький!» – ласково укорила она его. «А вообще богатых сейчас много, выбрасывают почти новые вещи». Гена отправился в комнату к отцу, а Тая стала нарезать овощи для салата, поглядывая в духовку, где жарились куриные окорочка. Дальнейшее было похоже на кошмарный сон. Раздался оглушительный взрыв. Какая-то сила приподняла Таю и отшвырнула в сторону. Она ударилась головой о стену и, потеряв сознание, больше ничего уже не видела и не слышала. Очнулась на больничной койке и не могла ничего вспомнить. Открыла глаза, но почему-то ничего не увидела. Сплошная тьма. Ей стало очень страшно. Что с ней случилось? Где она находится? Тая крикнула, но не услышала собственного голоса. И тут ее осенило. Видимо, она потеряла зрение и слух. Но как это произошло? В памяти полный провал. Началось долгое мучительное лечение. Бесконечные уколы, капельницы, операции. Наконец Тая начала немного видеть и слышать. И первым делом спросила у дежурной медсестры. «Где мой муж и сын? Что с ними случилось?» «Не волнуйтесь», – взяв ее за руку, громко ответила молоденькая медсестра. «Ваши родные тоже лечатся, и поэтому навестить вас пока не могут». «В вашей квартире произошел сильный взрыв, поэтому вы все в больнице. Но здоровье ваше восстанавливается, все будет хорошо». Только через две недели, когда Тая начала требовать отвезти ее туда, где лечатся муж и сын, ей объявили, что они оба погибли еще в тот роковой день при взрыве. Позже, когда к Тая начал приходить следователь из милиции, он объяснил ей, что в фонарик, который нашел ее сын, была заложена взрывчатка. Очевидно, кто-то хотел убрать владельца роскошного автомобиля, под колесом которого Гена на беду, и нашел фонарик. Больше месяца Таисия не могла ни с кем разговаривать. Глотая бесконечные слезы, тихонько постановала. «За что? За что мне все это?» Навещал ее только родной брат Володя. Других родственников у нее не было. А сослуживцы зашли только пару раз. Поохали и исчезли. Хорошо, хоть по больничному листу она получала немного денег, которые ходили на лекарства. Однажды Володя пришел очень озабоченный и, выложив из сумки много гостинцев, пододвинул ей какие-то бумаги. «Подпиши». «Что это?» Спросила Тая. «Ты же знаешь, я почти не вижу. А читать совсем не могу». «Да, обычная формальность. Но без этого не обойдешься. Сейчас городские хозяйства перезаключают договора с владельцами квартир. Здесь заполнены бланки. Просто подпиши, где я показываю. А не то придется штраф платить». От других больных Тая уже слышала об этих новшествах и поэтому спокойно поставила свои подписи на всех листах. И только выписавшись через месяц из больницы, она узнала, что в тот день подписала дарственную на свою квартиру, которая теперь полностью перешла в собственность ее брата Володи, так ловко обманувшего ее. Знакомые предлагали Тае о споре дела в городском суде, но для этого нужны были немалые деньги, которых у нее не было. К тому же она была уверена, что Володя все предусмотрел и уже ничто не поможет ей вернуть жилье. Когда после выписки из больницы Тая пришла в свою бывшую квартиру, брат не впустил ее даже на порог. Так для нее началась безотрадная жизнь городской бомжихи, так называли тех, кто не имел своего жилья и определенного места жительства. В числе многих других бедняк Тая стала промышлять по мусорным бакам, стараясь разыскать то, что может принести хоть какие-то деньги, ведь теперь она была безработная, кто примет инвалида, а до пенсии по возрасту ей еще далеко. Пыталась выхлопотать хоть небольшую пенсию по инвалидности, но ее все время отправляли из одной организации в другую и обратно. В конце концов она так устала, что махнула рукой и перестала туда ходить. Собирала по мусорным бакам бумажные отходы, металлолом, бутылки. Все это нужно было извлечь из грязи мусорных баков, почистить, упаковать, а затем сдать за жалкие копейки в специальные пункты, если еще примут. Спать нередко приходилось на крышах под открытым небом, и Тая часто болела. Одна у нее была надежда, что от такой жизни она долго не протянет. В ее измученном сердце болезненно пульсировала непрекращающаяся обида на весь свет и на Бога, если, как она говорила в себе, он вообще есть. И почему он обошелся с ней так жестоко? Неужели она грешнее других, которые живут припеваючи? Однажды, когда Тая, как обычно, дремала, сидя возле мусорки, чтобы не пропустить хороший товар, кто-то осторожно положил ей руку на плечо. Испуганно открыв глаза, она увидела женщину средних лет, которая что-то проговорила, обращаясь к ней. «Говорите громче, я плохо слышу!» – прокричала ей Тая. «Вам негде жить?» – услышала она затем вопрос женщины. «Как это вы догадались?» – с усмешкой ответила Тая, закуривая бычок и стараясь понять, что этой незнакомке нужно от нее. «Простите», – смущенно ответила та, стараясь говорить громко. «Может быть, зайдете ко мне пообедать? Там и поговорим». Лицо у женщины было приятное, взгляд сочувственный. «Ладно, идем», – быстро согласилась Тая. «Далеко?» «Да нет, совсем рядом». Женщина так обрадовалась, как будто ей вручили ценный подарок. Зоя, так звали новую знакомую Таи, оказалась верующей, как и вся ее семья, муж и четверо детей. Таю приняли хорошо, накормили, дали возможность искупаться, подобрав для нее чистую одежду, и оставили ночевать. На следующий день, в воскресенье, все вместе отправились на христианское собрание. Правда, Тае там не очень понравилось. Хлопают в ладоши, притоптывают, что-то выкрикивают. Разве в церкви так себя ведут? Но отнеслись к ней там хорошо. Дали одежду, немного денег. И через несколько дней устроили ее в дом престарелых. Конечно, по возрасту она туда не подходила. Но, учитывая ее инвалидность, директор по ходатайству верующих согласился принять ее. Теперь у Таи была постоянная крыша над головой, и ей не нужно было заботиться о еде. Но психологическая обстановка в пансионате была напряженной. Старушки и старички постоянно ссорились между собой. Крики, ругательства доносились то из одной, то из другой комнаты, в которых жили по несколько человек. Таи уже тоскливо подумывала о том, чтобы вернуться в бомжи. Ей по-прежнему не хотелось жить. Но однажды в пансионат пришли две христианки, Нина и Лина. Они обошли все комнаты, пригласив желающих собраться в одном помещении. Очень интересно рассказывали о себе, о том, как приняли в свое сердце Иисуса Христа, и как после этого поменялась их жизнь. Они сказали, что будут приходить еженедельно, в один и тот же день, в назначенное время. Всем очень понравился их рассказ. А Таю взволновала молитва верующих. Они от всего сердца, в благоговении и простоте обратились к Господу, высказывая все нужды и переживания. Затем они предложили всем вместе спеть во славу Божью и раздали песенники всем тем, у кого еще сохранилось зрение для чтения. Нина с Линой приходили теперь регулярно, читали вслух Библию, терпеливо выслушивали жалобы, новости обитателей пансионата, приносили им скромные домашние гостиницы. Однажды, когда верующие, уже попрощавшись, уходили, Тая догнала их во дворе и вызывающая спросила, «А почему Бог так наказал меня? Неужели я грешнее других?» Нина с Линой уже знали ее печальную историю. Они предложили ей присесть на лавочке. Затем Нина, открыв Библию, прочитала вслух, «Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Затем она взяла Таю за руку и со слезами проговорила, «Господь очень любит вас. Мы не все можем понять в Его действиях, но одно ясно. Он не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все покаялись и спаслись. Может быть, вы сами хотите обратиться к Нему в молитве?» Тихо подсказала Лина. Тая согласно кивнула и, поднявшись, медленно произнесла, «Передайте Богу, чтобы Он избавил меня от курения и вообще от других грехов, а еще, чтобы забрал у меня боль в сердце о мужа и сыне. Мне так тяжело». Она разрыдалась, закрыв лицо обеими руками. Верующие взволнованно помолились, попросив Господа услышать стон этой измученной души. Перед уходом Нина сказала Таю, «Вы можете сами прямо обращаться к Богу. Ради Сына Своего Иисуса Христа Он слушает и принимает всех приходящих к Нему». Тот же вечер, уединившись с пустой столовой, Тая, преклонив колени, сказала, с надеждой вглядываясь во тьму, «Господи, я верю, что Ты слышишь меня. Я думала, что осталась совсем одна, и мне хотелось умереть. Но теперь я знаю, что есть Ты, Господь Иисус, и мне почему-то спокойнее. Помоги мне освободиться от страшной тяжести на сердце. Но сначала выслушай меня, я хочу рассказать тебе все-все». В этот поздний вечер пансионерки занимались обычными делами. Больные постановали на своих не очень удобных койках, стараясь заснуть при почти никогда не прекращающемся шуме. Те, кто здоровы, смотрели телевизионные передачи в общем зале или просто переговаривались, удобно расположившись в креслах гостиной. И только в темной столовой на первом этаже, куда никто не входил до утра, происходило великое таинство. Еще один человек изливал свое сердце Богу, поверив в его реальность, в его присутствие. Ангелы на небе радовались и ликовали, видя очередное чудо рождения нового человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова